Этот учебник знаком всем студентам страны, которые связывают свое будущее с машиностроением. Современных аналогов ему нет. Со времен провозглашения независимости Украины учебную литературу для технических специальностей практически не издавали. В настоящее время именно в этой области тяжело назвать альтернативу. Даже если брать научные школы, достойные российские, белорусские, это достаточно сложно найти аналог. Среди авторов учебника преподаватели вузов СУМ, Запорожье, Хмельницкого, Харькова, Симферополя. Севастополь в этом списке представляет профессор кафедры технологии машиностроения СИВНТУ Юрий Новоселов. В город-герой он приехал в начале 80-х. Многие вузы, в том числе и Киевский политехнический институт, флагман сейчас в нашей области на Украине, хотел видеть Юрий Константинович в своих рядах. Но оказалось так, что он принял решение работать у нас. Он являлся заведующим кафедрой, был деканом нашего факультета. Сейчас он является председателем специализированного совета по защите кандидатских диссертаций. Профессор Новоселов – автор нескольких учебников и научных работ. Под его руководством подготовлено и защищено три докторских и свыше десятка кандидатских диссертаций. Юрий Константинович – создатель научной школы. Практически весь кадровый состав кафедры подготовлен под его руководством. Он большой труженик не только в институте. Он вообще по жизни большой труженик и в быту, и на работе. И очень ответственный человек, очень доброжелательный в общении с коллегами, со студентами. У него всегда можно получить очень квалифицированную и исчерпывающую информацию. Исчерпывающую информацию об основах теории резания материалов – а это очень важная тема для машиностроения. Скоро могут получить и студенты ближнего зарубежья. Учебник запросили несколько стран. Заинтересованы в пособии и вузы России. В связи с этим, что есть запросы из России, сейчас принято решение и в конце этого года, или в начале следующего года, аналогичный учебник с рядом дополнений, поскольку уже два года прошло, будет издан на русском языке. Получит ли учебник государственную премию в области науки и техники, станет известно в 2013 году.